Всем привет! Михаил, подписчики. Так случилось, что только сегодня, 30 августа, я узнал про конкурс. В полночь. Ну, уж очень захотелось поучаствовать всё-таки. Меня зовут Антон. Я живу в замечательном городе Екатеринбурге. Я композитор, аранжировщик, звукорежиссёр. Я подумал, что я должен сделать making music video, показать процесс создания музыкальных композиций в короткодинамичной нарезочке, но времени просто катастрофически не хватало. Я понял, что не успею, решил оставить эту затею, успокоиться, сбросить суету, которая на меня нашла и просто подумать немного. Тема конкурса «Хорошо». И когда Михаил озвучил тему, он предположил, что все начнут возмущаться, мол, что же хорошего? Это плохо, то плохо, тут ужасно и там. И ведь действительно, сегодня так много людей зациклено на негативе. Люди погрязли в нём. И они, порождая негатив, сами начинают его бояться. Но не поймите меня неправильно, я не призываю слепо следовать модному нынче позитивному мышлению. Я не сторонник идеи делать вид, что всё замечательно и улыбаться, даже сдерживая слёзы. Просто я устал видеть, что люди боятся негативных эмоций. Сколько раз я слышал, что кто-то боится влюбиться в кого-то, волнуясь, что ему сделают больно, разобьют сердце. Как можно бояться любви? Да, любовь порой обжигает и делает больно, ну и что? Она того стоит! Да и эта боль тоже прекрасна. Это достаточно банально, но ведь вы никогда бы не ощутили счастье, не испытав до этого горя. Всё познаётся в сравнении. И даже самым светлым эмоциям в нашей жизни мы обязаны самым горьким мгновением, что мы испытывали. Я почему-то уверен, что никогда не существовало человека, который перед смертью вспоминал бы, как он где-то там в середине жизни, ну скажем, года в 42, в один прекрасный день встал и почистил зубы. Просто, как обычно, почистил зубы. Так устроена наша память. Мы помним только самые яркие мгновения. Задумайтесь вот прямо сейчас, что самого хорошего и светлого вы помните в своей жизни? Я берусь утверждать, что перед этим у вас было что-то противоположное, плохое, неприятное. И именно на этом контрасте вы ощущали такое счастье. Перед безумной страстной любовью – одиночество. Перед достатком – бедность. Перед признанием, непониманием, отрицанием. Я люблю невзгоды столь же, сколько счастье. И рад испытывать весь спектр эмоций, с которыми столкнусь в этой жизни. В этом и есть жизнь. И вы спросите меня, «Так что же хорошо?» Я отвечу вам. Жить хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok